Барнаульские моржи вынуждены покинуть свое постоянное место пребывания озера Пионерское, где у них сформировалось подобие базы. Об этом пишет Комсомольская правда на Алтае. Озеро находится в аренде, моржам сказали убрать постройки или их снесут. А куда переносить, где взять технику, не сообщили, как и причину, почему нужно все убирать. Лидер моржи Александр Зеленецкий намерен обращаться ко всем уровням власти. Сгоревший универмаг с Барнаульского Арбата не могут приватизировать уже шестой год. Политсибру сообщает, что очередной аукцион по продаже торгового дома Сухов с сыновьями окончился неудачей. Желающих выкупить исторический памятник с многочисленными обременениями и охранными обязательствами снова не нашлось. Начальная цена 17,5 миллионов рублей. Причем сам универмаг традиционно реализовывается за 1 рубль. Аукцион должен был пройти 10 апреля, но из-за отсутствия заявок он признан несостоявшимся. Напомним, впервые краевые власти пытались продать здание 6 лет назад. Цена с тех пор не менялась. Когда появятся списки в детские сады Барнаула и какие новые помещения откроют, отвечают на вопросы корреспонденты портала Толк. Как пояснили в Комитете по образованию Барнаула списки публикуют не позднее 25 апреля, размещают их на сайте Комитета и в местах приема граждан ведомства по району. Также можно получить результаты на электронных услугах. Одновременно со списками размещают информацию о порядке получения путевок, а также о дальнейших перспективах получения мест тем, кому уже исполнилось 3 года. Распределение детей происходит автоматически по очереди. Льготники – это дети сотрудников полиции, Следственного комитета, судьи и из многодетных семей. Пришла весна, гималайские медвежата из Барнаульского зоопарка впервые вышли из своей берлоги. Напомним, малыши появились на свет два месяца назад. Все это время их мама Маша ухаживала за ними и всячески оберегала от посторонних взглядов, не давая сбежать из дома. Но в понедельник медведица отвлеклась, и один из детенышей все же вылез наружу. Медведица попыталась затащить беглеца обратно, но в этот момент уже другой медвежонок решил сбежать. Мама поняла, что опасность потомству не грозит, и им, как и всем детям, больше нравится играть на солнце.